Иван Никифорович Харламов, одинцовский ветеран спорта, который скромно называет себя физкультурником. Когда-то мужчина увлекался бегом на длинные дистанции. К 50-летию Великой Победы он вместе с единомышленниками пробежал по маршруту Москва-Берлин. Старт сверхмарафону был дан 22 апреля на Красной площади. Финишировали тогда еще советские спортсмены-любители 8 мая в столице Германии. Бежали мы в Минск, Смоленск, Брест, Познань и Берлин. Иван Никифорович – пример для многих и в первую очередь для собственных внуков. Их трое. Старший лыжник, младший гимнаст. А средний тоже Иван шутит. Вырос выше всех, поэтому стал баскетболистом. Он просто взял и поставил нас на лыжи, пошел с нами гулять. Так вот все произошло. То есть своим личным примером, непосредственно, я думаю, самый лучший способ – это своим личным примером показывать детям как раз прививать любовь к спорту. Идея создания нового парка – хорошая новость не только для семьи Харламовых, но и для спортсменов-любителей, мам с колясками, пенсионеров, людей с ограниченными возможностями здоровья. Планируется, что новый объект будет в пешей доступности для жителей сразу нескольких микрорайонов Одинцова и займет территорию от Подушкинского шоссе до Трехгорки. Планируются виды спорта в парке. Это скандинавская ходьба, лыжные гонки, прогулки на велосипеде, многофункциональные спортивные площадки для баскетбола, бадминтона, волейбола, настольного тенниса. Планируется площадка для пляжного волейбола, площадка для воркаут, в том числе для людей с ограниченными возможностями. По задумке автора проекта парк здоровья не только разгрузит Лазутинскую трассу и сделает ее менее травмоопасной, но и сыграет важную роль в развитии массового спорта, без которого невозможен спорт высоких достижений. От массовости к мастерству, и поэтому это нужно развивать, нужно двигаться в этом направлении. Место позволяет. Опять же, очень много находится домов, соединение практически четырех микрорайонов. И в спешей доступности люди будут иметь возможность посещать этот парк. В Одинцовской библиотеке номер один автор проекта, члены общественной палаты, главный архитектор района, спортсмены-любители и неравнодушные жители. Цель встречи – обсудить идею и при необходимости внести в нее коррективы. Так будут учтены интересы любителей четвероногих. Дорога в парк для них закрыта не будет. Но при посещении придется соблюдать правила. Чтобы была уборка, мы должны, я имею в виду, мы как власть, должны предусмотреть урны специальные и специальные пакетики для них. Вот, об этом говорилось уже. И воспитательную работу. Ну, надо как-то правила вывешивать, чтобы любой мог воззвать, что смотрите, вы, скажем, видите здесь такие правила, пожалуйста, наденьте намордник на собаку или возьмите на поводок. Создание парка здоровья – процесс небыстрый. В ближайшее время приступят к уборке поваленных деревьев и засыпки ям на существующих тропинках, сделают навигацию. Параллельно эта территория будет ставиться на кадастровый учет, чтобы через год-полтора здесь официально появилось благоустроенное место отдыха жителей Одинцова. Евгения Августина, Денис Харламов, телекомпания Одинцова.